Братья и сестры, Мы переживали, и я это помню, В свои школьные годы, когда был недостаток хлеба, И тогда мать заботилась о том, чтобы нашу семью из девяти ребятишек прокормить. И еще трудностей стало больше, потому что и отца лишили работы, Работы по его религиозным мотивам, и предлагали ему отречься, От веры, которая была чуждой для того общества, в котором мы жили. И сегодня, когда мы с вами живем, это неспокойное время. Люди теряются, люди не видят будущего. Именно в это время я хочу сегодня вместе с вами Открыть книгу Божьего утешения и несколько мыслей заметить из этой книги. Потому что скорби, они лучшие наши учители. Мы должны быть благодарны Богу за каждую ступеньку, По которой Бог нас ведет кверху. Потому что они наши лучшие учители. Предлагаю сегодня открыть место книги Священного Писания, Псалтырь. Прочитаем с двух мест книги Псалтырь. Первое место прочитаем Псалом 56, С восьмого текста и ниже. Готово сердце мое, Боже, Готово сердце мое, Буду петь и славить. Воспрянь слава моя, Воспрянь Псалтырь и гусли, Я встану рано. Я буду славить Тебя, Господи, Между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя И до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, И над всею землею, Да будет слава Твоя. Второе место Псалом 107, Стих 13. Подай нам помощь в тесноте, Ибо защита человеческая Суетна. Время наших трудностей – Это время наших возможностей. Я свою проповедь назвал «Концерт в пещере». Не удивляйтесь. Когда мы смотрим сегодня на эти Псалмы, 56-й, 58-й и 107-й, Тема одинаковая в них. Обстоятельства только разные. Потому что через эти обстоятельства Шел святой Божий человек – Это Давид. Он никогда не был враждебен к людям, Но люди враждовали против него. Он всегда искал добра И стремился к этому. Но как только он открывал свои уста, Люди враждовали против него, Объявляли ему войну. И мне хотелось бы сегодня с Божьей помощью Показать вам, Что трудности могут делать в нашей жизни. Никогда не считайте свои потери. Смотрите внимательно в то, Где вы сегодня находитесь, И посмотрите на ваши возможности. Именно вот этот пример страдающего Давида, Он сегодня так важен нам. Я не знаю, что будет завтра, Но я должен быть готов к этому завтра. Если бы вы все могли посещать Наше изучение Священного Писания, Мы рассматривали долгое время При помощи нашего брата Дениса, Который нам показывал красоту Служение Иосифа. И куда бы его жизнь ни ставила, Бог был с ним. Менялись обстоятельства в его жизни, Но Бог оставался верным. Правильно Валера сегодня спел. Велика верность твоя. Он себе верен. Он никогда не оставляет. Он не оставил трех парней, Которые были брошены в печь За верность Богу. И люди были изумлены, Включая и царя, и его придворных. Они видели там четверых. Братья и сестры, Запомните это обетование. С ним я в скорби. Всякий раз, когда мы страдаем, Он рядом с нами. Всякий раз, когда мы плачем, Он рядом с нами. Нету такого на земле утешителя, Как Бог наш. Мы с вами прочитали 107-й Псалом, Где автор говорит, Подай нам защиту в тесноте. Потому что человеческая защита суетна. Она обманчива. Просто внимательно посмотрите в вашу жизнь. Сколько раз нас ожидания обманули и подвели. Иногда даже люди говорят, Что не верьте политику. У Него язык для того, Чтобы ввести вас в заблуждение. Они лгут. Они врут. Простите за это грубое слово. Бог никогда не лжет. Поэтому, когда мы с вами читаем Страницы Священного Писания, Библия говорит, Вот во благо мне была сильная скорбь, Чтобы я научился. Братья и сестры, Чему мы можем сегодня научиться? На примере. Ведь я не оговорился, Когда сказал, Что он ее написал, Эту песню в пещере. Ну что в пещере можно найти такого, Отчего бы душа твоя вдохновилась? А он нашел это? А он использовал это? Хотя обстоятельства были Абсолютно безнадежные. Но не там, где Бог. Братья и сестры, Чему научили эти невзгоды Давида? Первое, чему он научился, Он стал дорожить жизнью. Посмотрите сегодня, Насколько эти искаженные понятия В нашем современном обществе, Когда люди наказывают человека за смерть, Птицы, зверя, котенка, собаки, И когда делают аборты, Разрывая живого младенца на части. И это люди, которые должны Заботиться о жизни, Они совершают это преступление перед Богом. И они получают за эту плату. Давид научился Дорожить и ценить жизнь Других людей. Против него выступил Саул. С ним три тысячи отборных людей. У них была задача Найти Давида и уничтожить. И они были готовы Это сделать. Давид спасал свою жизнь. Давид вбежал в пещеру, И с ним его верные соратники. И они находились во глубине. И Бог защищал Давида. Люди, которые изучают этот текст, Они говорят, В то время, как они вошли в пещеру, Паук начал свою работу И вход в пещеру заплел паутиной. И когда люди строили свои козни Против Давида, Саул измел нужду Пойти в эту пещеру. И когда он увидел, Что там паутина, Он понял, что тут безопасно, Тут никто не мог войти сюда, Раз паутиной заплетен вход. Он вошел туда. И это была его одна Из роковых ошибок. Потому что те, которые были И с Давидом, они сказали, Позволь, мы его сейчас убьем. Давид говорит, не губите его. И сам подошел, И край его одежды отрезал. Вы помните, когда с Саулом он разговаривал, Саул заплакал и говорит, Ты правее меня, Ты врага своего взял в руки, И ты мог его, меня уничтожить, Но ты не воздал мне за зло мое. Братья и сестры, это урок для нас. Пекитесь о добром пред всеми человеками. Даже Писание говорит, Если гонят вас, Благословляйте их, Гонителей ваших. Не воздавайте злом за зло. Давид, когда это делал, Заботьтесь о жизни своего царя, Саула, Который искал ему смерти, Он говорит, Я это делаю только потому, Что я хочу, чтобы моя жизнь Была оценена Господом. Мы этот текст прочитаем в Писании, Эту драму, Которая представлена на страницах Священного Писания. Смотрите, как здесь написано. 20-й текст и ниже, 2-й, 1-й книги Царств, 26-й главы, Да не прольется же кровь моя на землю Пред лицом Господа, Потому что царь израильский Вышел искать одну блоху, Как гоняются за коропаткою по горам. И сказал тогда Саул, Согрешил я, сын мой Давид, Ибо не буду более делать тебе зла, Потому что душа моя была дорога, Ныне в глазах твоих Безумно поступал я И очень много погрешал. И отвечал Давид и сказал, Вот копье царя, Пусть один из отроков Придет и возьмет его, Заметьте этот стих, И да воздаст Господь Каждому по правде его, По истине его, Так как Господь Предавал тебя в руки мои, Но я не захотел Поднять руки моей На помазанника Господня. И пусть, Как драгоценна была жизнь твоя Ныне в глазах моих, Тогда ценится моя жизнь В очах Господа. Братья и сестры, Это показывает сердце Праведного Божьего мужа. Это нам, наконец, показывает Сердце нашего Господа Иисуса Христа. Я пришел не губить, Я пришел спасать. И поэтому, когда в нашей жизни Встречаются невзгоды, Когда злодеи окружают нас И достают нас, Скажем, словами этого русского слова Спаси тебя, Бог. Наше слово спасибо, Оно сложное слово, И раньше праведные Божьи мужи В ответ на гонение говорили Спаси тебя, Бог. Или спаси тебя, Христос. Сегодня мир в этом нуждается, В том, чтобы эта весть звучала Вновь и вновь. Но, будем помнить, У нас всегда есть опасность Воздать за зло злом. А когда мы на зло отвечаем добром, Значит, мы правильные исповедники, Значит, мы правильно держимся Божественной истины. Братья и сестры, это урок. Я думаю, что мы должны его взять Сегодня в свою жизнь. Берущий меч от меча погибнет. У Давида все было, Но у него была Божья благодать. И он предал Вот жестокого царя В руки Господа. Пусть Бог нас рассудит. Братья и сестры, Когда мы с вами смотрим этот стих, Второй момент, который мне хотелось бы Сегодня подчеркнуть, Это то, что Давид прибегает В своих скорбях и переживаниях. У Давида есть место, Куда он спешит. Посмотрите, это Бог. Он спешит к Богу. Посмотрите, как он молится. Это второй стих, 56-й псалом. Помилуй меня, Господи, Помилуй меня, Ибо на Тебя уповает душа моя. В тени крыл Твоих я укроюсь, Доколе не пройдут беды мои. Братья и сестры, Вот обстоятельства, Трудности, переживаний, Они заставляют нас что-то делать. И иногда мы обескуражены От той проблемы, Перед которой мы стоим. Это испытывают даже подготовленные люди. И вот тогда им нужно вспомнить, Вспомнить. Вы знаете, Видеть трагедию, Видеть порванные части Тела человеческого, Это всегда трудности. Иногда даже подготовленные работники Медицины, Они теряются. И тогда опытный врач говорит, Подождите, Соберитесь, Остановитесь, Вспомните. И они начинают вспоминать, Что предписывает им Их положение, РУС. И они выполняют его, И тогда они начинают Квалифицированно Оказывать помощь Пострадавшему человеку. Братья и сестры, Он бежит в своей скорби к Богу. С чем он бежит? С милостью. Помилуй меня, Боже, Помилуй меня. Братья и сестры, В милости, Вы когда-нибудь думали, Что в милости нуждается Не только грешный человек? В милости нуждаемся мы с вами. Милость, она должна пропитать Всю нашу жизнь. Нету такого уголка В нашей жизни, Где бы милость была Лишней, невостребованной. Даже то, что сегодня Мы имеем с вами В служении, Харисты, В пении, Или в проповеди, Или в слышании слова, Это милость Господня. Быть в доме Божьем Это милость Господня. А я по милости Твоей, Великой, Войду в дом Твой. Это милость, Что ты сегодня в доме Божьем, И я. Это милость от Господа, Братья и сестры. И когда он молится об этом, Чтобы эта милость Могла быть основанием для него. Почему? Господь, Ты должен меня услышать, Потому что На Тебя Уповает Душа Моя. Иногда у нас бывает Только головное знание. Мы говорим Правильные слова, Но они не исходят Из нашего сердца. Заметьте, У Давида Все наоборот. У Давида Очень правильный контент, Потому что Он говорит Душа Моя Уповает На Тебя. И, конечно, Когда мы приходим К Богу, То Бог слушает Тех, Кто уповает на Него. И бывает Очень много переживаний В нашей жизни. Почему? Потому что Мы где-то потерялись, Мы где-то поступили Неправильно, И от этого Пришли скорби В нашу жизнь. И поэтому Вот это Средство От безнадежности, Когда мы Не смотрим На людей, Потому что Люди Не помогут нам. Никакие Социальные программы Не успокоят нас, Если в нашей жизни Отсутствует Бог. В защите Господа Все народы И будете Спасены. У Бога Есть план, У Бога Есть возможности, Он не ограничен В ресурсах своих. Посмотрите, Как сегодня Штормит Нашу страну. Люди Идут сюда Потоками. И Этот Кризис На границе Он потрясает Сегодня политическую Арену Нашего Государства. Но У Бога Нет таких проблем. Бог Говорит Ко мне Обратитесь Все концы Земли И будете Спасены. Милость Господня Это Удивительная Милость. Когда мы Говорим О наших Возможностях, То у нас Есть Бог, Который Хранит Нас. Братья и сестры Хранит Нас. Он Бог Хранящий Нас Во всех Обстоятельствах Нашей Жизни. И поэтому Когда мы Смотрим На это Посмотрите Милость Его Богатая. Милость Господа Обильная. Она Бесконечная. Она Вечная. И Она Нужна Тебе. Она Нужна Тебе Там, Где Ты Сегодня Находишься. Братья и сестры, Почему Мы Нуждаемся В этой Милости? Потому Что Мы С вами Далеко Далеко Несовершенны. И Поэтому Нам Милость Господня Нужна. Но Заметьте Здесь Еще Есть Одна Особенность. Потому Что Никто Так Ненадежен Как Наш Бог. Когда Давид Находился Наверное Там Не Было Света И Только Со Входа Немножко Освещалось Все И Наверное Он Смотрел Эти Своды Они Были Неаккуратны Вы Когда Нибыли В нашей Пещере Вот Здесь Недалеко От Нас Вам Нравится Верх Потолок Этой Пещеры А Они Ему Напомнили Когда Он Смотрел Туда Он Напомнил Он Вспомнил Бога Как Птицу Вы Помните Как Орел Носился Он Над Своим Народом А потом Взял Его На Свои Крылья И Принес К Себе И Давид Говорит Я Хочу Быть Укрытым Так Как Укрывает Птица Своих Птенцов Посмотрите Как Написано Здесь Мы Там В тени Крыл Твоих Я Укрой С доколе Не Пройдут Беды Мои Это Второй Стих Этой Главы Смотрите Шестнадцатый Псалом Восьмой Стих Храни Меня Господи Как Зеницу Ока В тени Крыл Твоих Укрой Меня Псалом Шестьдесят Второй Ибо Ты Помощ Моя И в тени Крыл Твоих Я Возрадуюсь А вот Псалом Моисея Девяностый Четвертый Стих Переми Своими Осидит Тебя И под Крыльями Его Будешь Безопасен Братья Сестры Вот это Нахождение Безопасного Места Оно Находится Только У Господа И оно Является Временным Потому что Все наши Злоключения Переживания Они Только Временные Они Обусловлены Только Этой Жизнью В которой Мы Сегодня Находимся Но у нас Впереди Вечность И поэтому Иногда Мы Проходим Эту Школу Жизни Для того Чтобы Научиться Ценить Вечное Богатство Давайте Еще На одну Сторону Посмотрим Кому Обращена Его Просьба У Давида Об этом Мы читаем С вами В третьем Стихе Этого Псалма 56 Воззову К Богу Всевышнему Богу Благодетельствующему Мне Это Братья Сестры Очень Правильное Решение Все Кто Взывали К Нему Не Оставались Без Ответа Бог Всегда Отвечает На это И Заметьте Воззову К Богу Это Правильное Решение Это Правильный Адрес Потому что Бог Для Давида В жизни Как и для Нас Сегодня Он Действующий Бог Он Активный Он Живой Бог Вот Смотрите Как Написано Об этом В 54 Псалме В 17 Тексте Я Жа Воззову К Богу И Господь Спасет Меня Именно В этом Тексте Все Это Есть Всевышний Бог Это Нету Выше Его Никого И Нет Ничего Чтобы Могло Помешать Ему Выполнить Свои Обещания Как Брат Пел Велика Верность Твоя Господи Сыны Сыны Человеческие В тени Крыл Твоих Покойны Если Бог То Он Никогда Не Подведет И Не Оставит А Разве Это Не Так Милости Господни Вспоминай Считай Всех Всех До Единой В сердце Повторяй Вспомни Сколько Милости Явил Тебе Удивляться Будешь Что Он Совершил Но Заметьте Здесь Бог Еще не Только Как Источник Спасения Бог Представляет И открывается Для нас Как Бог Покровительствующий Нам Третий Стих Смотрите Богу Благодетельствующему Мне Другой перевод Возможный Посмотрите Их Несколько И я их Все Прочитаю Бог Вершающий Для Меня Бог Что-то Не только Предложил Он Что-то И делает Для Меня Для Вас Для Нас Сегодня Он Что-то Делает Мне Он Что-то Выполняет Ради Меня Он Выполняет Замысел Свой Вы Когда-нибудь Думали Что У Бога Мысли Сегодня О Нас Грешных Людях Бог Пришел В этот Мир Чтобы Мы Противящиеся Могли Обитать Вместе С Ним Ради Эту Он Пришел И Принял Плод Человеческую Бог Делает Гораздо Больше Чем Мы Надеемся Или Ожидаем Посмотрите 137 Псалом 7 8 Стихи Здесь Так Написано Если Я Пойду Посреди Напастей Ты Оживишь Меня Просрешь Ярость На врагов Моих Руку Твою И Спасет Меня Десница Твоя Господь Господь Совершит За Меня Милость Твоя Господи Вовек Дело Рук Твоих Не Оставляй Братья и Сестры Тот Кто Начал В нас Дело Спасения Он Никогда Не Остановится На пол Пути И Этот Третий Стих Говорит О том Что Бог Намного Ближе К нам Чем Мы Думаем Бог Силен Спасать И Об этом Говорит Этот Стих Заметьте Еще Давайте Посмотрим Откуда Эта помощь Приходит Она Приходит К нам С небес Четвертый Стих Смотрите Какой Он Интересный И Глубокий Он То есть Бог Которому Взывает Давид Он Пошлет С небес И Спасет Меня Посрамит Он Ищ Еще Поглотить Меня Пошлет Бог Милость Свою И Истину Свою Это Как раз То О чем Пел Сегодня Валерий В нашем Собрании Милость В данном Случае Правильнее Слово Будет Милосердие Своё И Верность Свою Бог Не Только Источник Откуда Мы Получаем Все Потому Что Он Благ К нам Но Он Даже Посылает Больше Чем Мы Ищем Посмотрите Он Избавляет Нас От того Кто Ищет Поглотить Нас Потому Что Он За Нас И Все Его Для Нас Сегодня Служит Он Пошлет Милость Свою И Истину Свою Братья и Сестры Это Два Очень Важных Обстоятельства Которые Помогут Нам Держать Равновесие Во всех Неустройствах Этой Жизни Милосердие Братья и Сестры Это Любящая Доброта Которая Вытекает Из сердца Сострадающего К нам Бога Он Сжалился Вот Это Вот Это Характеристика Нашего Спасителя Она На страницах Евангелия Представлена Что Он Не Безучастный И далекий И чужой Он Близкий К нам И родной Потому что Он Проднился С нами Он Принял На себя Нашу Плоть И по виду Стал Как Человек Чтобы Вместо Нас Испить Чашу Страданий И гнева Божия Братья и Сестры Вы помните Ту Притчу Когда Человек Из Кушаева Сказал А кто Мой Ближний И он Им Рассказал Эту Притчу О Милосердном Самарянине Прошел Священник Мимо Умирающего Человека Левит Спешил По своим Обязанностям А Самарянин Некто Без имени Наехал На него И увидел Его И смотрите Что написано И сжалился Над ним Вот это Есть Любовь Которая Текла Из сердца Этого Язычника И когда Был обескуражен Этот Совопросник И говорит Ему Господь Иди Ты Поступай Так же Но Ему Не хотелось Говорить И упоминать Имя Это Самарянин Потому Что Это было Оскорблением Это было Преступлением По нормам Того Времени Но Так Называли Нашего Господа Иисуса Христа Самарянин Ты И бес Тебе Но Не было Такого Сердца Участливого Сострадающего Как Сердце Нашего Господа Ведет Орбый Народа Он Жалился Над Ними Потому Что Они Были Изнуренные И Рассеяны Как Овцы Это Сердце Пастыря Он Посылает В жизнь Человека Который Суть Имеет Наследовать Спасение Своё Милосердие И Свою Верность Братья и Сёстры На эти вещи Мы должны Всегда С вами Опираться В нашей Жизни Братья и Сёстры Эффективность Молитвы Здесь Ещё Мы встречаем Смотрите Как Написано Когда Когда Молюсь 55 Псалом 10 Стих Враги Мои Обращаются Назад Когда Я Взываю К Тебе Братья и Сёстры Кто Братья и Сёстры Посмотрите Насколько Насколько Другая Обстановка Была Сегодня И Наверное Нет Такого Человека Сегодня В нашем Собрании У которого Было бы Нечто Подобное Смотрите Душа Моя Среди Львов Я Лежу Среди Дышащих Пламенем Среди Сынов Человеческих У которых Зубья Копья И Стрелы У которых Язык Острый Меч Седьмой Стих Приготовили Сеть Ногам Моим Душа Моя Поникла Выкопали Предо Мною Яму И Сами Упали В Нее Я думаю Что это Очень Страшное Состояние Мне Даже Кажется Что Братья Сестры Даниил Когда Находился Среди Львов Диких Хищных Животных Он Был Менее Безопасен Чем Давид Мы С вами Прочитали Подай Мне Защиту В тесноте Братья Сестры Он Не Просто С одним Львом Встретился Он Находился Между Львами Он Находился Между Людьми Которых Суть Была Как Драконы Огнедышащие Это Были Сыны Человеческие У которых Были Уста У которых Был Язык Как Стрелы И Как Отточенный Острый Меч Братья Сестры Об этом Лепет Сегодня Мы С вами Прочитали Бог Нам Дает Возможности Братья Сестры Я Обращаюсь Сегодня Харистам Нашим К нашим Левитам Певцам Я Хочу Сегодня Что-то Сказать Молодым Парням И девушкам Я Хочу Сегодня Сказать К людям Которые Моего Возраста У нас Есть Еще Возможности Сегодня Меньше И меньше Люди Слышат Хоровое Пение Сегодня Меньше Становится Людей Которые Могут Писать Духовные Произведения И Кто бы Мог Подумать Что В таком Окружении Среди Львов Это Люди Которые Потеряли Облик Человеческий И Стали Зверями Которые Хотели Его Пожрать И Поглотить Которые Вышли Искать Его И Ловить Его Как Ловит Добычу Братья и Сестры У Давида Решение Было Принято И мы С вами Давайте Посмотрим На него Внимательно Это Восьмой Стих С чего Мы Начали Наше Рассуждение Готово Сердце Мое Божие Готово Сердце Мое Буду Петь И Славить Я думаю Что Не все Мы можем Сразу Понять С вами Когда Мы Читаем Это Слово Это Только Здесь Сказано Дважды Готово Сердце Мое Боже Оно Показывает Состояние Этого Сердца Человека Вы Помните Что Раньше Он Когда-то Сослужил Себе Дурную Славу В Своей Семье И Когда Все Были Призваны Самуилом Для Того Чтобы Он Выполнил Своё Служение Порученное Ему Богом Не оказалось Меньшего И это Не случайно Когда Он Смотрел На первого Он Посмотрел На лицо Этого Парня Который Зашёл В комнату Отца Он Подумал Это Помазанник Божий Но он Ошибся Подведён Был Второй Третий Четвёртый Семь Человек Прошли И Это Была Ошибка Господь Сказал Ни одного Из них Я Не Избрал Был Восьмой Но Он В доме Не был Он Был Там Среди Немногих Стад Своего Отца И Когда Самуил Спрашивает А есть Ли ещё Кто В доме Есть Один Но Он Меньший Приведите Его И Когда Давид Вошёл Дух Господин Сказал Это Он А помните То соскизание Когда нужно было Вступить в сватку С Голиафом Что ему сказал Старший брат Зачем ты Пришёл Сюда Ты пришёл Подсмотреть Сегодня Я Знаю Твоё Дурное Сердце И твоё Высокомерие Это ему Были Слова Сказаны Я не берусь Сегодня Судить За это Но Когда Я просматривал Изучал Этот текст Здесь сказано О том Что Давид Имел Правильное Сердце Слышите Его сердце Было Готово К служению А второй раз Здесь говорится Моё сердце Готово Но Оно Исправлено Было Оно Когда-то У Давида Было Неправильно Работали Ценности Искажённые А потом Бог Вошёл Со своей Благодатью В его Сердце И изменил Это сердце И поэтому Он стал Готовым К служению Братья и сёстры Вы когда-нибудь Думали Что когда мы Идём в дом Божий Бог хочет Видеть Наше сердце Приготовленным Моё И ваше Братья и сёстры Мы все Здесь Люди У которых Должно быть Особенное Трепетное Отношение Готовности Он говорит Моё сердце Готово Среди тех Условий В которых Невозможно Творить Братья и сёстры Но он Находит Возможности Для себя Его сердце Было Приготовлено Вообще-то И вечность Которую Мы ожидаем Она Для Приготовленного Народа Вы когда-нибудь Думали Парни и девчата Что нам нужно Готовиться К встрече С Богом Это было Когда-то В жизни Моисея И Моисей Выводил Народ Который Должен Был Два дня Потратить На подготовку И эта Встреча Состоялась Мы с вами Доживаем Уже Две тысячи Лет И впереди Нас ждет Третья тысяча Лет Братья и сёстры Писание Говорит И вы Будьте Готовы Потому что В час Который Не думаете Не знаете Придет Сын Человеческий Я Обращаю Ваше Внимание К той Притче Которую Господь Сказал О десяти Девах Там написано И когда Неразумные Пошли покупать Масло Пришел Жених И Мудрые Готовые Вошли С ним Почему Почему Эти Истины Стоят Перед Нами Чтобы Мы Могли Бодрствовать И не Спать Мы Должны Приготовиться Даже Когда Мы Идем В дом Божий Написано Будь Готов К слышанию Готовь Своё Сердце Когда Мы Идем Сегодня На служение На пение На музыкальную Практику Братья и сёстры Наше Сердце Должно Быть Готовым Этого Бог Сегодня Хочет От нас Как Это Благословенно Сегодня Мы Читаем Что В этих Условиях Он Использовал По максимуму Свои Возможности Он Приготовил Своё Сердце К Чему Он Приготовил Своё Сердце Братья и сёстры У него Созрело Решение Нету Тех Кто Поёт Они Потерялись Их Нужно Собрать И Давид Это Понимал И он Это Сделает В своей Жизни Но С чего Началось Всё В этой Пещере Где Не было Места Для этого Это Не был Харал Это Не была Сцена Он Начинает Говорить Что он Будет Делать Я Буду Петь Я Буду Славить Братья и сёстры Это Сегодня Нужно В нашей Жизни Это Сегодня Так Нужно Нашей Церкви Это Сегодня Так Нужно Нашей Стране Готовое Сердце Способное Петь И славить Бога Сегодня Имя Господа Хулица Сегодня Путь И служение Христиан Подвергаются Насмешкам И гонениям Братья и сёстры Вспомните Давида Он В окружении Этих Нелюдей Он Нашел В себе Силы Посмотреть На Бога Упала Душа Его Уныл Во мне Дух Мой Но Посмотрите Как Он Встретил Вот Все Эти Козни Сатанинские Потому Что Его Стеснили Со всех Сторон А посмотрите Что Он Говорит В шестом Стихе Будь Превознесен Выше Небес Божия И Над Всею Землей Да Будет Слава Твоя Вот Как Он Встречал Подготовленным Сердцем Окружение Своё Когда Приходит В нашу В нашу Жизнь Трудности Испытания Переживания Гонения Скорби Братья и сёстры Мы Мы Зацикливаемся На своей Болезни Мы ничего Не видим Кроме Окружающей Нас Действительности Но Писание Говорит Есть Выше Всего Этого Бог И Он Поднимает Голову Своего Пророка И Тот Видит Господа Превознесенного Выше Небес И Он Находит Себе Эти Дословно Дословно Начать Пока Не Взошло Солнце У меня Твоя Братья и Сёстры Она Пройдет Она Только Здесь На Земле Когда-то Ученики Искали Своего Учителя Они Знали Что Он Болеет И Страдает Артритом Что Он Очень Изможденный Этой Болезнью Которая Вымотала Его А Нашли Его Высоко Под Потолком В Соборе Когда Лежа На На Спине Он Расписывал Фрески И Ученики Изумились Он Не Мог Держать В руках Кисть Мастера И Он Ее Привязал Веревками Бечевкой К руке И Он Писал И Когда Из Жалости К Своему Учителю Его Ученики Сказали Это Ж Так Больно То Великий Художник Сказал Боль Пройдет А Красота Останется Братья и Сестры Подумайте Об этом Давид Ушел Давид Написал В отчаянных Переживаниях Он написал Этот Псалом А теперь Этот Псалом Поют Самые Лучшие Хоры И Нету Сегодня На земле Места Где бы Этот Псалом Не Нес Утешение Страдающим Людям Подумайте Но Вызов Это Время Сегодня Дает Для Нас Как Мы Сегодня Воспримем Найдется Ли у нас Песня Будет Ли у нас Правильная Мелодия Которая Бы Могла Быть Посвящена Богу Я Хочу Сказать Бог Этого Сегодня Ищет Помоги Вам У нас Сейчас Есть Время Когда Мы Можем Склониться И Поклониться И Возблагодарить Бога За все Его Милости К нам Аминь